Секунды спасают жизнь. Чуть больше минуты есть у оператора системы 112, чтобы узнать о чрезвычайном происшествии и его характере, где и с кем произошла беда. Когда следует в обязательном порядке набрать этот номер телефона, как вести себя, если вдруг вызов был совершен случайно, рассказали ученикам школы номер 8 сотрудники Щелковского центра гражданской защиты. Среди школьников сейчас, к сожалению, основная проблема – это необоснованные вызовы. В нашей системе она очень часто встречается. Дети не понимают, почему можно туда набрать, почему нельзя баловаться. Сегодня я пыталась донести, как важно за эти секунды не тратить их, чтобы экстренные оперативные службы могли оказать помощь действительно тем, кому помощь требуется. Секунды спасают жизнь. Наш девиз это подтверждает. Поменяли формат. На этот раз не на базе аварийно-спасательного отряда, а в образовательном учреждении состоялся урок безопасности. Напомнили учащимся в преддверии зимних холодов и о последствиях походов по тонкому льду. Риск оказаться в ледяной воде крайне высок. Выбраться же самостоятельно не всегда, к сожалению, получается. А уж если оказался очевидцем такого или любого другого чрезвычайного происшествия, не проходи мимо, набери номер 112. На неравнодушии к чужой беде спасатели сделали акцент своей лекции. Работа этих людей опасная, сложная, ответственная, связанная с риском для собственного здоровья и жизни ради спасения других. Профессионализм, слаженность и четкость действий – залог успеха, но в этом деле без хорошей экипировки и оснащения не справиться. Все то, что находится в спецмашине аварийно-спасательного отряда, ребята смогли увидеть. А самым милым и трогательным моментом этой встречи стало общение с собакой Мирой из корги отряда Всероссийского движения поддержки МЧС. Это разгрузка эмоциональная, это очень важно. У нас напряженное время и чаще всего в ситуациях, когда человек подвержен стрессу, опасности, он напрягается, сковывается. Эти маленькие милые существа помогают человеку расслабиться, помогают человеку восстановиться и это очень важно. В целом такие встречи всегда находят положительный отклик у школьников в уроке безопасности. Традиция, которую спасатели планируют продолжать. Анна Бальет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...